Обычные субботники проводятся ежемесячно во всех районах курорта. Зачастую порядок на улицах наводят активные и небезразличные жители. Но встречаются и такие, для кого уборка своей придомовой территории в тягость. В этом труде нет ничего сложного. Убрать листву, покрасить лавочки или подмести может каждый. Для этого просто нужно желание и чувство любви к своему городу. На это как раз и направлена акция «Чистый сквер», проходящая здесь, на улице Гагарина, в рамках нового проекта «Я люблю Сочи». Вооружившись метлами, перчатками, кисточками и граблями, волонтеры и представители молодежного совета решили не просто освежить один из известных уголков центрального района, но и на своем примере показать сочинцам и гостям курорта, что следить за порядком должен каждый. Для этого мы здесь и убираем, чтобы привлечь сейчас именно жители. Сейчас должны, думаю, надеемся, что жители придут и тоже с нами будут совместно убирать свой, облагораживать сквер. И они пришли. Одни стали помогать молодым собирать листву, другие решили закрасить неудачное творчество начинающих граффитистов и освежили лавочки и бордюры. За метлу взялась и домком. Много есть кому сорить, а убирать некому. Поэтому вот этой акции большое спасибо. Я благодарна и благодарны мои все жильцы этих домов. Мы теперь будем здесь отдыхать. Отдыхать и любоваться чистотой и порядком. Участие в субботнике приняла и одна из сочинских озеленительных компаний. Они посадили несколько растений у памятника Юрию Гагарину. Свою лепту в наведении порядка решили внести и сотрудники городской администрации. На субботник приехал и мэр Анатолий Пахомов. Он поблагодарил молодежь за организацию акции и прошелся по скверу. Анатолий Николаевич, спасибо вам за такое мероприятие. И мы тут подорвались. Следить за порядком на своих придомовых территориях нужно регулярно, отметил мэр. И не только во время субботников. Жители этого дома, этого двора, они должны быть хозяевами своего двора. И должны понимать, что могут они нанять кого-то, и он за деньги ему берет. А могут сами это сделать. А вот инициатива нашей молодежи, она очень значима, еще и потому, что они считают себя хозяевами этого города. Они любят этот город, потому что он такой прекрасный. А раз они его любят, они его и приводят в такой вид красивейший, который он заслуживает. Это очень здорово. Мэр тоже принял участие в субботнике. Помочь градоначальнику в покраске лавочки вызвались самые маленькие сочинцы. Кто должен мне помочь? Да, помочь мне. Ну а после такой работы каждый труженик мог бесплатно перекусить на свежем воздухе. Вкусную выпечку и чай приготовили жители района. В субботу, 16 августа, такая же акция пройдет на улице Воровского во дворе дома номер 60. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.